Приветствую вас, парни и девчонки! И это уже третье воскресенье в этом месяце, посвященное черепашкам-ниндзя. После выхода первой части, в которой я рассказал о мини-фигурках черепах, меня начали спрашивать, ну когда же я сделаю видео о злодеях из этой серии. Видимо, многие из вас смотрели вот это видео на моем лайв-канале. Кстати, ссылки на оба видео будут в описании на тот случай, если вы их не смотрели. А мы начинаем. Погнали! А в качестве фона моя футболка, а точнее я в недавно выигранной мной футболке, с очень классным артом, на котором изображен мой любимый персонаж из вселенной черепашек-ниндзя. Подробности о том, где и как я выиграл данную футболку, смотрите вот в этом видео. Оно, кстати, тоже есть в описании. Однако сегодня все вы собрались у экранов не для того, чтобы послушать, как и где я выиграл футболку, а для того, чтобы посмотреть еще один обзор. Итак, как я уже говорил, у нас неполная коллекция. К сожалению, нет у нас кренга. Вот так вот он выглядит на упаковке. Так что сегодня мы рассмотрим всего 4 фигурки, а не 5 злодеев. И для начала я предлагаю взглянуть на карты. Как и у положительных героев, сзади все карты одинаковые. В принципе, они и спереди похожи. В левом углу порядковый номер, в правом название персонажа или его имя. Плюс одно предложение, характеризующее его. Центральная часть отведена под изображение персонажа. Чуть ниже от 3 до 4 строчек текста, в котором рассказывается какая-нибудь особенность героев. В данном случае злодей. Ну а в нижнем левом углу надпись «Команда Клан Фуд» или «Клан Ноги», кому как больше нравится. А в правом, соответственно, лого команды «Та самая Нога». По картам все, переходим к фигуркам. А парочка злодеев почему-то были упакованы более бережно, чем все остальные фигурки. Они находились в пакетиках вот в таких вот открытых блистерах, что существенно облегчает их поиск. Однако начать я предлагаю с Догпаунда. Сразу же отмечу, что как и черепахи, эти фигурки тоже совместимы с конструкторами типа Лего. В прошлом видео я показывал, как они крепятся за счет вот этих отверстий к конструктору. А в случае с Догом они лишают его еще и устойчивости. Из косяков в дизайне также можно отметить и вот этот нарост, который, если мне не изменяет память, должен быть костями или шипами. Но никак не второй кистью. В остальном фигурка в принципе весьма симпатичная. Догпаунд имеет прорисовку морды, нижних лап, а также дизайнеры удосужились покрасить его штанишки. Далее фишфейс или рыбоголовый? Кажется фишфейс легко обидчивый. Ты назвал его фишфейс? Либо так, либо рыбокоп. Не вопрос, Майки, как скажешь. Рыбокоп так рыбокоп. Мне не принципиально. Что можно сказать по фигурке? Она в отличие от Догпаунда устойчивая. В плане деталей у нее все в порядке. А вот покрас, как это уже завелось у данной серии фигурок, весьма посредственный. На морде у него покрашены глаза и зубы, а на теле все металлические детали. Следующий на очереди у нас Ниндзя Фуд. Первое, что хочется отметить, это его поза. По-моему, она классная. Из-за нее Ниндзя смотрится весьма интересно и не статично. Что определенно можно отметить как плюс. К плюсам можно отнести и проработку мелких деталей, которые, несмотря на масштаб, присутствуют на всей фигурке. В плане покраса все просто. В серой покрашены руки и глаза, а красным выделена повязка. Как по мне, очень интересная фигурка получилась. А напоследок, так сказать, на десерт, я оставил самого главного злодея всех времен и народов по версии ниндзя-черепашек. Шреддера. В целом, мне нравится данная фигурка. Ну, блин, можно же было такому персонажу придумать позу поинтересней. Ну, лично мне так кажется. Никакой динамики, сплошная статика. И это огорчает. По деталям. Тут все как у всех. Есть и мелкие, и крупные детали, и они весьма тщательно проработаны, что определенно хорошо. А вот его когти, пожалуй, вызывают некое нарекание. У них та же беда, которая была у оружия Рафаэля. В плане покраса здесь все нормально. Сталь выделена серебристым цветом, на штаны не пожалели темно-фиолетовой краски, руки телесного цвета, глазки подвели белым. Как говорится, просто и сердито. Когда вся коллекция стоит на полке, смотрится она весьма органично и, я бы даже сказал, очень симпатично. Правильно, мой наблюдательный зритель, не вся. Тут, естественно, не хватает Кренга. А ты такой молодец и заметил это. Вот тебе конфетка за бдительность. Подводя черту под двумя обзорами, хочу сказать лишь то, что данная коллекция на любители. И не надо мне потом писать, мол, я такой тут их расхваливал, а в реале они получились не такими классными. Я просто, как обычно это и бывает, высказал свое мнение. Своё же вы можете всегда оставить в комментариях. И пока вы еще не выключили видео, можете поставить лайк, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новых видео, подписаться на мой блог и узнавать о новостях канала или участвовать в конкурсах. А также заглядывайте на мой лайв-канал, думаю, вы там тоже найдете что-нибудь интересное для себя. Я же говорю вам спасибо за внимание, всего доброго, пока-пока-пока.